Приветствую всех, кто находится у нас на часах 95.6 в эфире радиостанции ЕЛТФМ, программа «На одной волне». Сегодня мы принимаем в нашей студии гостей. У нас в гостях руководитель филиала НКЦ ФМБА России в Крыму Ольга Львовна Еремина. Ольга Львовна, здравствуйте вам. Добрый день, Павел. Можно чуть поближе, чтобы все хорошенько вас услышали. Замечательно. Добрый день, Павел. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы с удовольствием сегодня принимаем участие. С вами вместе. Нам очень приятно, что у вас появилось время пообщаться с нами. Не один раз мы планировали уже наш интервью, наш диалог, можно сказать. И вот, наконец-то, на какие-то вопросы, может быть, наших слушателей мы ответим, которые у них есть в связи с тем, какая у нас сейчас медицина в Ялте. Мое личное мнение становится от меня все лучше и лучше. В целом, подготовили несколько для вас вопросов. В последнее время ялтинцы были вынуждены ехать в Симферополь, чтобы решить те или иные свои вопросы со здоровьем. Как сейчас обстоит ситуация у вас в городе? Ну, смотрите, ситуация, говорит, сегодня обстоит следующим образом. Филиал развивается и развивает новое направление оказания помощи. О чем я хочу говорить? Что серьезное развитие идет по направлению гинекологии. Серьезное направление идет развитие отделения урологии. Сегодня мы отрабатываем такие варианты, как открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Буквально вчера мы приняли первых пациентов. Что это такое? Когда гражданин имеет подозрение на онкологическое заболевание, с тем, чтобы опровергнуть это или убедиться в том, что это есть, нужно открыть зеленый коридор, чтобы все исследования были доступны в врачайшее время. И именно для этих целей мы отрабатываемся на амбулаторной онкологической помощи. Для того, чтобы УЗИ, исследования, КТ-исследования, эндоскопические исследования и прочие исследования, которые положены для появления той или иной локализации родка, проводились в максимально короткие сроки с грамотными специалистами. Мы надеемся, что это даст определенный эффект с точки зрения выявления заболевания своевременности в начале того или иного метода лечения. Вот это то новое, что в ближайшие дни буквально мы предъявим нашему населению для того, чтобы улучшить оказание помощи. Что еще мы сейчас активно внедряем? Мы сейчас внедряем активную систему ухода в стационаре. Ну, как мы называем это, долговременный уход. Вот сегодня я встречалась с социальными работниками Ялты для того, чтобы скоординировать свои позиции и четко понимать, где зона ответственности здравоохранения, где зона ответственности социального работника. Объясню попроще, о чем мы говорим. Вступает гражданин после оперативного вмешательства или, в принципе, лежачий гражданин, которому необходимо оказывать медицинскую помощь. И вот уходовая часть, она, как правило, всегда в системе здравоохранения страны. Ведь очень важно не просто хорошо вылечить, а оказать полный спектр услуг, вовремя переодеть, правильно покормить и сделать это так, перевернуть гражданина. Не просто, чтобы он находился все время в лежачем состоянии, а еще у соцработников есть такое слово, как лежаки, но это неправильно, на мой взгляд. Чтобы правильно динамическую активность у гражданина поддерживать. И вот делать это надо исключительно правильно, чтобы тот, кто ухаживает, когда переворачивает гражданина, и если он имеет большой вес, чтобы самому не оторвать себе, сорвать спину или получить какие-то потом дальнейшие инвалидизирующие заболевания. Чтобы делать это правильно, грамотно, своевременно и качественно. Вот именно эту учебу мы сейчас начали в нашем стационаре. Приезжали специалисты Федерального фонда Старость в Радость. Вот этих людей мы выделили, мы будем продолжать эту работу, чтобы уходовая часть не страдала стационарно. Но, когда этот гражданин получил весь комплекс медицинских услуг, чтобы мы правильно передали его в семью, чтобы передать гражданина, который продолжает требовать уход. Чтобы семья знала, собственность заболевания, особенность течения, в дальнейшем период выздоровления или постоянно поддерживающие какие-то процедуры. Мы будем проводить школу уходов с родственниками. Специалисты уже у нас подобраны, обучение проведено, выписывая гражданина, который будет после тяжелых инсультов, правильно оказать дома уходовую часть этому человеку. Плюс социальные работники. Очень часто у таких людей имеется социальный работник. И он тоже должен понимать, как правильно ухаживать за этим гражданином. Какие могут быть особенности, что нужно делать при ухудшении состояния здоровья, чтобы была связь с медицинской организацией, и чтобы этот процесс был построен. Вот этим мы сейчас активно занимаемся. Мы провели первый случай реабилитации граждан, которые способствуют, конечно, лучшему выздоровлению. Мы сейчас планируем расширить стационарную палеотипную помощь. Нашим гражданам я считаю, что это очень тоже важно, потому что несколько палеотипных коек было в онкологическом отделении, но этого недостаточно. Нужна палеотипная помощь. Ем не проводят, и в терапии. Сейчас обучаем людей, смотрим оборудование. Я думаю, что вторая половина этого года, или 23-го, мы тоже более активно развернем палеотипную помощь нашему населению. То есть развитие происходит по всем направлениям. Оно есть и в амбулаторной помощи, и в стационаре. Но исходя из потребностей нашего населения, здесь мы четко именно на это опираемся. Мы понимаем, что маршрутизация, как бы слово это нравится, не нравилось, она все равно будет. Есть ряд вмешательств, есть ряд направлений, когда нужно передавать гражданина с каким-то определенным заболеванием, набор его субьёров и указание медицинской помощи. Что касается как раз более высокого уровня медицинской помощи, появилось за последнее время, возможно, какое-нибудь новое первоклассное оборудование? Смотреть оборудование хорошо работает, когда есть и оборудование, и специалисты, которые умеют и пользоваться. Поэтому и оснащение происходит ровно там, где мы понимаем, что будет дальнейшее развитие. Появилось оборудование, есть амбулаторы, и в амбулатории оборудование, есть в стационаре оборудование. Мы недавно презентовали гидрохирургический нож, который замечательно ухаживает и помогает лечить трофические язвы. В принципе, оснащение филиала очень неплохое. В этом году мы заказывали и получили субсидию от Федерального медико-биологического агентства еще на закупку оборудования, но уже с приоритетом на реабилитацию. Сейчас мы находимся в стадии проведения закупочных процедур, и потом это будет реабилитация и в стационаре, и в амбулаторных условиях. Возле перенесенных травм, инфаркта, инсульта, вот эти вот заболевания, которые требуют реабилитации. Один из самых важнейших вопросов, который затрагивается в Ялте по поводу здоровья детей в последнее время. Многие родители обеспокоены, что так не решили вопрос строительства детской больницы. Скажите, как решается вопрос на сегодняшний день в детском отделении или в водительской больнице полный лишта специалистов, все ли хорошо, или правильно? Вопрос немного стоит по-другому. Насколько я владею информацией, вопрос стоит возобновление работы как в детской больнице здания на Халтуре. Но это здание никогда не передавалось по-другому, правда не предотвешало. Эта история еще и нет, там, с 17-го, по-моему, года, когда было закрыто на проведение капремонта. Задача наша сегодня в тех условиях, которые есть, именно в отделении стационарной помощи, где есть детское отделение, где есть детская хирургия, оказывает качественную помощь, полностью укомплектовать кадрами, полностью укомплектовать оборудование с тем, чтобы лечение было в соответствии полным со стандартами. Вот только за последние около 2 недели, 2 педиатра, мы приняли эту работу в стационар для того, чтобы завершить укомплектование штата. То есть сейчас штат детского оздоровления полностью? Штат стационарный, практически полностью укомплектован, да. А есть информация, что долгое время не принимал врач от ларинголога? Мы с вами говорим про разное. Вы спросили меня про стационарную, я ответила про стационарную помощь. Что касается ларинголога, невролога, насколько я помню, кардиолога, это мы говорим про ампулатурную помощь нашему детскому населению. Здесь какая ситуация на сегодня? От ларинголога примут на работу, невролог примут на работу, который работает с детским населением. Запись происходит также через холл-центр, поэтому можно записываться. Понятно, что для нас важно полное укомплектование штата. И мы продолжаем работу в области специалиста. Я в последнее время встретилась со всеми практически ягтинцами, жителям Большой Ялты, выпускниками института Бурнадского, с тем, чтобы пригласить к нам на работу, определить дальнейшие перспективы этих людей. По получению образования, в том числе в ординаторе, мы работаем активно по привлечению, в том числе и в других регионах, по переподготовке уже имеющихся специалистов на дополнительные профили. Например, у нас был врач-кардиолог, она приняла решение получить дополнительную специализацию кардиолога. Мы направляем ее на обучение в Казань, потому что там очень сильная школа для этого направления. С тем, что она получит образование и вернется к нам в Ялту. То есть мы работаем сейчас по всем направлениям, как привлечения молодых специалистов, опытных, переподготовка, направление в ординатору для того, чтобы расширить спектр помощи, которая будет оказываться. Сегодня говорим об оздоровлении в нашем регионе. У нас сегодня в гостях руководитель филиала ФНКС ФМБА в Крыму Ольга Львовна Еремина. Мы вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами на одной волне. Продолжается программа «На одной волне» в эфире радиостанции Ялта-ФМ. Сегодня у нас в гостях руководитель филиала ФНКС ФМБА России в Крыму Ольга Львовна Еремина. Мы сегодня разговариваем по деятельности ФМБА в Ялте. Пообщались уже и насчет детских врачей, и насчет комплектового штата. У меня, собственно, вопрос. Если у нас есть так много выпускников, у нас в целом не только в Ялте, в Крыму, в России очень много медицинских вузов, то почему постоянно эта сфера жизни нуждается в кадрах? Как это можно назвать? В чем проблема-то? Вот смотрите, очень многие социальные направления действительно испытывают в отвергнутых кадрах. Это не только в отвергнутых кадрах. Есть в образовании, есть в соцзащите, и не только в территории большой диалог. В принципе, ситуация аналогична для всей страны. Но, наверное, идет определенное выгорание, идет определенный поиск себя. Что касается подбора кадров, этот процесс должен начинаться еще с школьного подбора и раннего профориентации, чтобы правильно маршрутизировать ребенка, правильно определить то или иное направление его дальнейшего профессионального становления. Я уже говорила о том, что здесь, в Ялте, очень здорово, что созданы медицинские классы. Насколько я встретилась, я пока была в одной школе, познакомилась с ребятами. Это медицинский класс, который открыт. Замечательные дети, очень здорово мотивированы на поручение профессии. Они неплохо оснащены оборудованием, которое раскрывает специфику работы того или иного управления врача. Вот сейчас мы ко мне обратились, именно с чего началось наше знакомство, с того, что обратился начальник управления образования, тем, что раньше не выдавали этим детям целевые направления на обучение в институт Вернадского. Мы договорились, что я встречусь, посмотрю, опыт изучу. И в этом году у нас есть возможность заключить целевые договоры с выпускниками медицинских классов или с прочими ребятами для обучения в Вернадского. Пять целевых мест у нас есть на терапию и три места на педиатрию. Мы договорились до следующего, что ребята сейчас сдают единое государственное занятие, и потом мы собираемся, и четко по приоритетам, по количеству полученных баллов, по качеству подготовки мы определяемся, с кем мы заключаем целевые договоры. Единственное условие, которое есть, понятно, что это прохождение практики в нашем виле во время обучения и, конечно, дальнейшая отработка в течение трех лет именно на участке в первичном звене здравоохранения. Но если мы понимаем о том, что молодой специалист качественно подготовлен, соблюдают все вопросы этики диетологии, четко понимает, как он дальше видит свое профессиональное развитие, профессиональное становление врача в той или иной узкой специализации, возможно, мы на более ранний срок определимся и направим на обучение в ординатуру к тому или иному направлению, тоже заказав целевое обучение к тому или иному специалисту. Такой тоже комплексный подход к обучению. Понимаете, обеспечение кадром везде, он не может быть некомплексным. Здесь нельзя действовать одномоментно или по одному или иному направлению. Мы должны понимать о ранней профориентации, о раннем становлении, о правильном направлении заключения целевых договоров. Это очень здорово, что на уровне федерации отработаны вот эти вопросы заключения целевых договоров и поддержки. И потом о необходимости профессиональной поддержки, повышения курсов, посещения курсов, обучения, стажировки, изучения опыта коллег. Вот для того, чтобы постоянно профессионально совершенствоваться. И вот только такое единство всех этих составляющих даст качественное обеспечение организации качественными кадрами. Вот это то, чем мы сейчас активно занимаемся для того, чтобы у нас увеличить кадров количество на всех направлениях работы нашей организации. Ольга Игорьевна, хотел вам задать еще один вопрос. Я его говорил уже вне эфира. Сейчас, мне кажется, в 21 веке, в 22 году, одна из тоже из-за чашек проблем здоровья человека является то, что очень много информации существует в сети интернет. И как только человек чувствует какое-то недомогание, он сразу же туда пишет все свои симптомы и находит 95 себе диагнозов после половины из них с плачевными результатами, которые могут завершиться. Сам себя накручивает, и после этого ему становится, собственно, здоровье еще хуже. И вот я думаю, что вы тоже с таким сталкивались. Как человеку сказать, чтобы он не занимался самолечением, и ведется ли вами какая-нибудь работа в интернете, в социальных сетях, возможно? Смотрите, мы сейчас начинаем работу, начали работу по разным направлениям. Первое, это школы ухода, ой, школы здоровья, которые у нас работают для определенных заинтересованных групп школы здоровья. Кардиология, пневрология, школа памяти, школа здоровья ребенка, школа грудного вскармливания, где приходят те люди, кому нужно получить дополнительные знания, дополнительные навыки, по тому или из-за другого направления. Работает уже три месяца, и школа с сахарным диабетом пользуется очень большой популярностью. Поэтому, пользуясь случаем, у кого есть вопросы, у кого есть какие-то проблемы, приглашаем всех в эти школы, потому что достаточно интересно, много получается дополнительной информации для людей. Это первое. Второе. Мы сейчас активно работаем с телеканалами, с тем, чтобы во врачи выходили в эфир по тем или иным вопросам, чтобы давать объективную информацию. Не так, как вы сказали, что кто что нашел, то и хорошо. Была действительно объективная информация из первых уст. Если мы с вами действительно продолжим наше обсуждение и найдем общие точки взаимодействия, и когда будут наши врачи приходить и к вам, то это будет тоже очень здорово. Это будет большая-большая помощь для сохранения здоровья нашего населения. Мы размещаем информацию в социальных сетях. Мы сейчас действительно стараемся как можно больше всеми возможными способами информировать население и о профилактической работе, и о современных методах лечения и исследований, которые есть у нас в филиале. Также хотел отметить, чтобы вы уделяете большое внимание женскому здоровью, часто выезжают, передвиждают маммографы в поселке. Нужно ли женщинам записываться заранее по какому-то, может, номеру телефону? Смотрите, мобильный маммограф выезжает каждый месяц по определенному графику в населенные пункты. График выезда мы всегда составляем заранее, где-то за полмесяца до самой даты выезда. И размещаем этот график и на официальной странице филиала, и в социальных сетях, и на сайте администрации, городов, страны, местных сетей. Исследования проводят действительно по передварительной записи, потому что к работе маммографа, тем более передвижного, есть определенные условия. Исследования провели, нам нужен небольшой перерыв во времени, чтобы как можно дольше передвижной маммограф у нас качественно выполнял свои задачи. А запись проходит по номерам телефона 55 59 73 или 55 50 81. Мы выезжаем в районы сейчас не только маммограф передвижной, а по потребностям в районы выезжают специализированные специалисты узкие. Именно по потребностям. Выезжает терапевт, выезжает онколог, выезжает кардиолог, выезжает невролог, эндокринолог, выезжают разные специалисты, для того, чтобы все-таки не к нам в Ялпу, а мы выезжаем в то или иное структурное подразделение, чтобы быть ближе к людям. Понятно сегодня, что хотелось бы, чтобы эти выезды... Вообще хочется и всем, и это правильно, чтобы был постоянный работник на конкретном месте. Но сегодня в условиях дефицита кадров, вот это как одно из решений вопросов. Еще продолжение этой темы, одна из важнейших, можно сказать, под тем или над тем, это тема диспансеризации. Расскажите, насколько она важна, и насколько, может быть, ведется статистика, что выявляются болезни на ранней стадии, и это и помогает в дальнейшем лечении. Ну, диспансеризация, это очень важно, и я считаю, что каждый должен проходить диспансеризацию в определенные сроки, потому что, ну, что входит в диспансеризацию? Исследования определенные, да, посещение врачей, дальше, если что-то... Анализы все сразу видно по организму. Да, видно, дальше, если что-то появляется, то выходим на второй этап диспансеризации, где можно пройти и УЗИ, где можно попосить и пюрских специалистов. Самая главная задача, которую мы сейчас перед собой поставили и практически решили, а в большинстве случаев решили, не всегда еще получается, чтобы первый этап диспансеризации гражданин проходил в один день. То есть пришел гражданин, и не несколько раз, что пришел в этот день анализы сдал, в этот день флюорографию прошел, в этот день там еще какие-то процедуры прошел, вот этот разница тянется на продолжительное время. Сейчас самое главное, первый этап диспансеризации в один день. В субботу мы диспансеризацию проводим, чтобы дальше уже мы могли через запись записать необходимостью узким специалистам. Но здесь уже на подмогу, как я говорила, выходит Центр амбулаторной онкологической помощи. Что если мы понимаем, что есть подозрения на заболевание, то дальше мы маршрутизируем через ЦАОП, чтобы как можно быстрее и более качественно было проведено полное исследование здоровья человека. Поэтому всех приглашают на диспансеризацию. Выявление идет. Выявление идет различных заболеваний и кардиологического профиля, и сахарного диабета, и онкологических заболеваний. Именно по выявлению мы анализируем качества, проведенные диспансеризацией. Потому что именно это главный показатель. Но с тем, чтобы увеличить охват, ведь особое влияние все равно очень сильно оказал ковид. Когда были настроены на определенные рельсы, на определенные параметры работники здравоохранения. И сейчас, чтобы вернуть граждан к оказанию профилактической помощи, чтобы вернуть интерес к диспансеризации, мы сами выходим на предприятие. Первый опыт, который мы проводили, мы проводили выездную диспансеризацию еще в рамках акции «Онкопатруль» на водоканале. Я очень благодарна работникам Робоводскому водоканалу, потому что они нас приняли, предоставили очень неплохие условия. Когда во время работы нам можно было посидеть специалистов, сдать все анализы, пройти полностью первый этап. Сейчас нам работает онколог, кардиолог, прочие УЗИ смотрим. Поэтому там сейчас полный перечень специалистов, которые работают в рамках второго этапа. Буквально недавно мы тоже рассказывали о новостях. Да, мы работаем. И сейчас следующий шаг. Мы выходим на хлебозавод, дальше приглашаем еще фототрогическую другие предприятия, с тем, чтобы быть ближе к людям. Быть ближе к людям. И именно вот этот этап диагностики, этап, когда нужно проверить свое здоровье, провести максимально комфортно, максимально удобно сроки. Ольга Львовна, большое вам спасибо за наш сегодняшний краткий, но такой объемный, можно сказать, эфир. Я надеюсь, что в ближайшее время уровень медицины в нашей стране, в нашем городе, у нас дома вырастет. Собственно, и сами люди будут более тщательно следить за своим здоровьем. Так еще получилось, что у нас с вами эфир проходит накануне большого праздника. Я надеюсь, что кто-то нас слушает и среди ваших коллег, и в целом мы можем напомнить ялтинцам, какой будет праздник. У вас есть возможность что-нибудь пожелать и слушателям, и коллегам? Конечно, я поздравляю вас с наступающим днем медицинского работника, всех коллег, всех специалистов, специалистов очень высокого уровня, тем, кто отдает себя служению профессии и делает это честно и добросовестно. В первую очередь желаю здоровья, любви близких, и чтобы каждый день и на работу с радостью, и домой родным, любимым, близким готовящим с радостью. С праздником, дорогие мои! Всего самого-самого доброго! Вам еще раз большое спасибо! Мы вас тоже поздравляем с наступающим праздником, вас, ваших коллег, всех медицинских работников, всю медицину. Спасибо за ваш труд, спасибо за наше здоровье! Мы будем ценить вас еще больше с каждым днем. Спасибо за вашу работу! Я напомню, что в рамках программы на одной волне. Сегодня у нас в гостях была руководитель и педалов МКЦ РФМА России в Крыму Ольга Львовна Еремина. До новых встреч! Спасибо! До встречи!